Селе Малая Кудара, расположенном на границе Забайкальского края Бурятии, когда-то стояла Покровская церковь. К ней в начале 19 века приписали сосланного бродягу, который позже ушел в Чикойские горы и достиг святости. Именно в честь Забайкальского святого преподобного Варлама Чикойского и был освящен небольшой храм. Особенность храма в том, что построил его один человек, местный житель Геннадий Николаевич Тайшихин. С ним нас познакомит следующий сюжет. Много лет он мечтал, как встанет на вершине холма, рядом с деревенским погостом, красивая церковь. Кто-то поднимется к ней помолиться о живых, кто-то об умерших. Геннадий Николаевич Тайшихин – коренной житель деревни Малая Кудара, Кягтинского района Бурятии. Живет один, хотя когда-то была семья. В деревне он слывет знатным охотникам, хотя промысел этот уже в прошлом. В молодости увлекался марафонским бегом. Наверное, спортивная закалка и теперь придает ему силу. Каждый свой день начинает с молитвы. Возжиги, Господи, угасший светильник души моей светом добродетели, и просвети мятое создание творче и благодетелю. Ты бы, если не вещественный свет миру, прими вещественное приношение света и огонь, и воздашь мне внутренний свет у меня огонь сердцу. Аминь. Родился Геннадий Тайшихин в год победы. Вспоминает, как родители рассказывали об этом нелегком времени. В 45-м году под старый мой голод родился, под самую голодовку родился, самый тяжелый, это 47-й год как раз. Насколько умерло здесь людей. Мой кораблик уже под парусами, говорит Геннадий Николаевич, а надо многое успеть. Хотя самое главное он уже сделал, построил храм. Сначала это была небольшая часовенька, затем мастер-самоучка пристроил к ней притвор с колокольней, а потом и алтарь. Все детали храма изготовлены вручную, без каких-либо чертежей, планов, инвестиций. Он строил его в одиночку на протяжении долгих девяти лет. Я хотел семиглавную церковь сделать, семь глав. Мне не осилить, а помощь-то жиденькая. Не скажу, что ее не было, не скажу, что ее есть, но для этого жиденькая. Тут много копеек надо. Пенсия, да иногда вырученные деньги от забоя домашнего скота. Вот и весь капитал Геннадия Николаевича. На эти деньги и строил церковь. Все-таки я решил, что буду делать. Для тех, кто там, для тех, кто будет там, и для тех, кто еще здесь не умер духом. Головку ставил, колокольню. Вот тут чуть я не сорвался. А сатана тут как тут. Он тут раздражает тебя. Он еще собрался, помолился, с силой воли собрался. Все-таки в стакан поставил. 10 июня этого года по благословению духовенства епархии Бурятии церковь осветили в честь преподобного Варлаама Чикойского. Один построил вот эту церковь. Это святыня наша, которой мы гордимся. Большое спасибо ему, конечно. Человек сделал, один действительно. Ходил потихонечку, каждый день приходит по бревешку, там лозил туда-сюда. И зимой, да, и дождь, и зимой. У нас сильный мороз. Конечно, он большой молодец, да. А для нас это, да, спасение наше. Впереди еще много работы. Требуется благоустроить территорию храма. Да и в саму церковь нужно еще вложить немало трудов. А на это нужны средства. Геннадий Николаевич надеется на помощь неравнодушных людей. Геннадий Николаевич.